Привет всем. Привет, всем. Найс, я получил... Не, вот двумя руками тут Кристиан машет. Круто. Камеры. Включаем камеры. Я буду настаивать. Как вы думаете, что за карма должна быть, чтобы все включали камеры? Или что за карма, чтобы люди не включали камеры? Какая должна быть карма? Еще раз повтори, пожалуйста. Видеть их, видеть людей, потому что иногда мы встречаемся с людьми, и даже если они перед нами, мы делаем вид, что мы их не видим. Кстати, прикольно. Хорошая идея. Признавать, когда люди перед тобой, рядом с тобой. Мария, мне нравится. Не делайте что-то, не делайте что-то, что вас просили. Не объясняй. Не получите хорошие... Игнорируйте учителей, например. Это, пожалуйста, помогите. Мне правда помогает, когда вы включите камеры. Здорово. Итак, добро пожаловать. Еще один увлекательный час с Ламримом. Мы набираем немного скорость. Кто-то написал мне... А ты тоже не представляешь камеры? Кто-то мне написал в личку. Может быть, у меня, правда, я часто очень провожу встречи, сидя в машине, поэтому бы вас послушать. В любом случае. Так, мы на это не перенесли, что самый лучший способ, когда вы делаете переводы сами, и вы придумали, как... Как я могу получить эту информацию, что вы там написали, что вы пытались перевести. И буду писать вам ответы, комментарии по вашим переводам, так что вы можете тоже учиться при этом. Не знаю, правда, как это будет выглядеть, но вам не обязательно делать никакие переводы. Можете просто приходить, наслаждаться, получать удовольствие. Можете пробовать делать на свой язык. Мне сложно будет что-то делать, но попробовать через Google перевести и постараться увидеть, что вы там написали. Я думаю, что это очень ценно. Просто выполнять такое упражнение, как вы просто привыкаете к тому, как чувствуется язык. И на это уходит много времени. Даже если вы пару слов хватите, со временем просто они проникнут в вас. И что происходит, вы увидите, что вы читаете предложение и понимаете, что вы можете прочитать предложение. Поэтому я вам рекомендую это. Можно просто приходить за занятия, слушать и выполнять практики этого тоже больно. Итак, на последнем занятии мы остановились с вами на разделе. Мы еще в самом начале, конечно же, находимся с вами. Мы проходим через все эти рассуждения, каковы отношения шаматы, то есть одноточечные медитации, но не просто одноточечные медитации, это состояние медитации. Я посмотрел еще раз на определение. Прошлой ночью, мне захотелось еще раз его учить, и все обсуждение, оно выливается в дебат, для чего нам необходимо допичь этого состояния медитации, и почему мы должны сделать это в самом начале. И они все продолжают об этом говорить, и говорить. Такое ощущение, что Пабонка Римпоче все время нам хочет напоминать, почему, почему, почему. И главное это то, что шамата, да, это одноточечная концентрация, но также есть у нее другие характеристики, это физическое и ментальное блаженство, которое возникает из этого состояния, и это не просто состояние ума, это становится некой медитательной платформой, с помощью которой вы можете увидеть это непрямую, и поэтому он приводит к этим аргументам, для чего мы должны медитировать, для чего мы должны учиться этому, для чего мы должны делать это в самом начале. И поэтому здесь есть некий список преимуществ. И я думаю, что это происходит в начале почти каждой книги. Преимущество Бат-Лучиты, преимущество Шаматы, для чего вам это нужно. И один из вопросов, которые я хочу вам задать, чтобы вы подумали над этим. Является ли Шамата хорошим переводом для Шинэ? Должны ли мы использовать санскритское слово, или слово в санскрите, для вот этого определенного состояния медитации? Потому что часто, идея состоит в главной идее в нашем клубе «Ликснас», в наших переводческих программах, это писать, описывать слова таким образом, чтобы люди понимали, использовать язык, который доступен для всех. И часто в буддийских переводах мы читаем, и это становится такой очень сухой технический язык, зачастую в книгах. И поэтому, если это становится просто набором слов, которые никто не понимает, тогда какой смысл слова вообще делать перевод? Люди, конечно, когда люди не могут понять, о чем ты вообще говоришь, что это смысл вообще. И поэтому мой вопрос, есть ли какое-нибудь другое слово, или должны ли мы вообще использовать слово Шамата, это санктритское слово Шамата, для вот этого определенного состояния? И если мы используем его, может, должны ли делать какую-то сноску, чтобы мы давали объяснение? Мария, отлично, да. Потому что это медитативная платформа, которая включает одноточечную концентрацию, и это смешано с ментальным и физическим блаженством, это своего рода умиротворение, покой, в котором вы находитесь, без каких-либо усилий, и тогда вы сможете увидеть представление прямого. Если одно слово, которое вот будет себя все вот это включать, если одно какое-нибудь слово, чтобы оно обладало всеми этими характеристиками, вот почему я использую Шамата как предварительный перевод, и слово, которое применяет Art Angle, Art Angle, это был студент Геша Майкла, когда он обучился на репачей, и он использовал слово... Какое-то слово, это слово, которым никто не... Кричевая суть, спасибо, киэсс, втущность, слово мало кто использует, Вот сейчас смотрю в Оксфордский словарь. Давайте посмотрим, что говорит нам Оксфордский словарь. И первое, когда это слово использовалось в 1080-1800 году, в 1800-1800 году, да, и это слово, втущность. Последний раз, когда Оксфордский словарь пишет и говорит о том, что его используют, в 1995 году, и это описано в одной словарной статье. Как я... Как это пропишется? Я... Это слово практически не используется в словаре. Что мы будем использовать? Это слово или мы попробуем использовать слово шамата? Состояние покоя. Состояние покоя это слово означает. И Паволко Репаче, он приводит все эти аргументы. И особенно один, такой очень увесистый, это то, о чем он говорит. Он говорит, что для того, чтобы увидеть пустоту напрямую, вам необходима вот эта платформа. медитативного покоя, спокойствия, неподвижности, стабильности, шаматрия. И он использует пример. Я хочу повторить его, потому что я думаю, что он очень важен. И он приводит пример лампы. Ночью вы пытаетесь рассмотреть картину, которая висит на стене. У меня здесь вот постер висит на моей стене. Это стадия медитации. Вот здесь постер, изображение Триджанга Репаче, которое связано с медитацией. И стадия медитации. Я вам показывал в презентации. Но у нас настоящее учение, настоящий материал. Вот представьте, что темно в комнате. Давайте сейчас, могу ли я здесь затемнеть? Нет, не могу затемнеть. В общем, кругом темно. Вы не можете видеть эту картинку. И у вас в руках свеча, и вы говорите, хочу подойти, рассмотреть эту картину. И вы подносите эту картину и подсвечиваете ее, чтобы ее рассмотреть. И у вас открыто окно, и дует ветер, и он задувает. Вроде как пламя начинает дергаться, шевелиться, оно начинает дрожать. И можете ли вы рассмотреть картину при таком освещении? Может быть, что-то вы там увидите, чуть-чуть какие-то будут отблески света, но он будет у вас постоянно колебаться. И это подобно, подобно такое же происходит медитация. Если нет, вы нестабильны в медитации, то значит, ваш ум подобно вот этой свече на ветру. Сламене свече на ветру. Спасибо, Алтону Джону. И вы тогда не сможете получить никакие осознания, потому что ваш ум не может остановиться, не может успокоить себя. И есть различные стадии, стадии, конечно, как привести к этому спокойному состоянию ума. Если вы не сможете замедлить вашу, то тогда вы не сможете увидеть глубокие аспекты реальности. И это только в медитации вы можете делать вот эти глубокие звуки. Вопрос, можете ли получить шамату вне медитации? Нет, вы можете получить одноточечный фокус, это тингензин, но вы не можете получить шамата, потому что шамата – это и есть медитативное состояние ума по определению. Вот что мы попытаемся изучить. Сколько из вас медитировали сегодня? Хорошо. Я – нет. Я встал, правда, в пять утра, чтобы учить вас, но я, конечно же, сделаю медитацию попозже. Я просто предлагаю вам такой весомый аргумент, почему вы должны медитировать и почему вы должны делать это регулярно. И мы передвигаемся к следующему разделу. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, сколько мы сможем пройти с ипонией. Итак, поехали. Мы с вами остановились на разделе, когда мы говорили про свечу. И следующий раздел. Давайте попросим кого-нибудь прочесть. Марина? Казакова, Казакова. Казакова. Цунла Кенган Па Лан. Здорово. Отличная работа. И еще больше преимуществ. Так, где же мои тут пометки? Если мы достиг, более того, если мы он продолжает, я прошу прощения, но мы будем повторять за ним. Если мы достигаем этого состояния, то нам будет очень просто получить осознание гом-пэй-ток. Осознание о медитативном сознании. И каковы эти осознания? И это очень важные медитации по лам-риму, которые не имеют ничего общего с тем, чтобы увидеть это напрямую. Это главный пункт тут, почему мы должны начать медитировать. Что такое даун-джор? Кто-нибудь знает? это часть лам-рима. Кто-нибудь можете просто прокричать? Никто не знает? Здорово. Это означает досуг и удача. Первый шаг лам-рима это идея о том, что мы рассматриваем эти преимущества, используем вот эти досуг и удачу того, что мы рождены в этом человеческом мире. И не только это, но прежде всего идея в буддизме, есть очень мало видов ущерб, которые могут получить глубокие осознания о пустоте. может ли ваша кошка увидеть пустоту напрямую? Вас скорее всего нет. Может быть, но скорее всего нет. Может, если вы живете, если вы проживаете жизнь животным, когда вы бегаете сюда и пытаетесь выжить, скорее всего нет. как насчет высших существ, например, которые находятся в сфере форм или бисформ. Могут ли они, смогут с ними происходить такие осознания? В буддизме мы говорим нет, потому что в сфере форм в бисформ все так хорошо, там нет никаких страданий. Совсем очень-очень мало. Поэтому у них нет никакой мотивации что-либо менять. идея состоит в том, что есть определенные виды существ, которые способны проделать эту работу, способны получить вот эти виды осознания в реальность. и среди вот этого класса существ существуют определенные виды, существуют такие аспекты, которые позволяют вам практиковать, создать условия для вашей практики, и это есть насык и удача. Но я бы поспорил, что даже в сфере людей не все могут получить насык и удачу для того, чтобы практиковать, для того, чтобы, например, иметь финансовую свободу, например, время, интерес, способность, возможность, чтобы делать все это. Сколько людей на этой планете не могут себе этого позволить? Подумайте об этом. Когда они проживают в местах, где это невозможно, например, или настолько обеспокоены тем, когда они поедят следующий раз, поэтому это достаточно редко, большая редко иметь возможность практиковать ламрим, практиковать медитацию, уделить время для того, чтобы развить этого рода осознание и понимание того, откуда происходят вещи. И вас должно осенить в какой-то один из моментов, что вы на самом деле большая редкость. И это большая редкость, особенность в этом состоянии. и это можно даже гордиться, но не такая ни гордыня, ни плохая гордость. Просто использовать вот эти преимущества, этой возможности, которая есть у вас, потому что вы никогда не знаете, когда вы можете лишиться этой возможности, и сейчас есть спасать хорошие семена. Не знаете, может, через неделю вы заболеете, может быть, через неделю вы умрете, вы этого не знаете. Может быть, вас выкинут из дома через неделю, и тогда вы не сможете медитировать. Все можно. И это первое осознание, которое вы получаете от Шаматы. Это одна из них. Следующая называется Ньека. И это другое осознание на пути. И интересность в том, что родиться человеческим существом это сложно. Мы люди, и у нас есть досуг и удача. И вторая часть, это большая редкость обрести эту человеческую жизнь. Просто обрести ее уже достаточно проблематично. чтобы эти семена созрели в конце вашей предыдущей жизни, и вы родились человеческим существом. Это настолько редко, как если бы на дне океана проживала черепаха, и кто-то бы выкинул спасательный круг на поверхности этого океана. Знаете, вот это большие красные спасательные круги, которые выкидывают тем, кто тонет. и представьте, кто-то просто выкинул его, и какая-то черепаха, которая проживает на дне океана, и эта черепаха в этот момент решает поднятка для того, чтобы сделать глоток воздуха, и так получается, что она проходит в этот спасательный круг. Насколько это редко, насколько редко было бы это? Статистически, статистическая возможность, представляете, взять все океаны и выкинуть туда больших спасательных круг, и какая-то одна черепаха где-то плавающая в океане на дне, и она поднимает поверхность для того, чтобы, не знаю, сколько лет раз она там поднимается, и именно в этот момент она поднимается и уходит из этого круга. И здесь говорят, что такая же вероятность и у нас родиться человеческим существом, как и у этой черепахи в этом спасательном круге. Депрессивно, но с другой стороны еще и мотивирует. Мы можем сказать, что это наш единственный чат, шанс ребят. Третье осознание, о котором мы говорили, о котором мы говорим, часто переводится как непостоянство, неизменяющееся. Ми – это отрицательная частица, а так означает изменяющаяся. и вы должны подумать, почему это изменяющаяся вещь, почему слово для изменяющейся вещи ми – так, не неизменяющаяся. Подумайте об этом. И это есть осознание непостоянства этой жизни. эта жизнь начинается, и она заканчивается, и мы никогда не знаем, когда она закончится. Я рассказывал историю на занятиях, как на прошлой неделе мой друг попал в аварию. Его занесло на кололете, и машина перевернулась, и мальчик, маленький, погиб 11 лет. И старший брат, он вытащивал 11 лет, и он вытащил его из машины, положил его на дороге, и видел, как он умирает. Поэтому у нас есть эта достичь и задача. Это достаточно редко, родительно, в человеческом обличии. Это настолько редко, еще реже практиковать, и поэтому должны осознавать непостоянство, и насколько это все шатко, и что это может закончиться в любой момент. Можно поскориться с этими этими вещами, если вы получаете эти осознания, используя шамату в вашей медитации, и вы получаете эти осознания когда они приходят к вам, вы не сможете забыть этого. И эта идея осознания, то, что мы означаем под словом токпа, осознание, как только вы получаете, вы уже об этом не забываете. и мы делаем практики, чтобы пробудить это, вот эти маленькие моменты, например, отречение, понимание, непостоянство появляется и проявляется, когда кто-то близкий, например, умирает, и мы все это переживали, но потом оно начинает растворяться, вот эта яркость, эта вспышка, кто-то умирает, если вы такие, боже, нужно что-то изменить в этой жизни, нужно сделать ее сценой, она так коротка, а потом две недели спустя мы забываем про это, оно не утвердилось в вас, оно просто не утвердилось в вас настолько, но когда мы получаем вот эти токпа в медитации, тогда мы никогда об этом не забываем. Вот почему мы говорим о таких огромных преимуществах медитации. Хорошо, и следующая строчка. Анастасия. Прочитай, пожалуйста. Can you hear the noises? I don't hear any noises. Okay. Let's do that last part again. who is Shiva La? Master Shantideva. Master Shantideva, right. Shiva La это Master Shantideva. Так, мне звонят с гостинец. Хорошо. И это странно, но сейчас мы посмотрим с вами буквально через минуту. Кстати, спасибо за прекрасное прочтение. Laundron, кто-нибудь знает, что это означает? Это текст. Типично, когда вы видите вот эту конструкцию здесь, la, и потом у вас запятая, что означает конец предложения. Это означает из, и что до этого будет название текста. Типично, обычно. что такое лам? Люблю вас, ребята. Я не уволил вас на прошлой неделе. Так, вот правда, ребят, вот правда, сейчас начну всех вас увольнять. Пожалуйста, возвращаемся к самому началу. Лам, лам, рим. это путь. Рим это стадии или шаги. Не забывайте, пожалуйста, запомните, если вы ничего не можете запомнить, запомните хотя бы лам, рим. Я понимаю, что на это время нужно. Итак, лам, дрон означает лампу на пути. Кто описал или свет на пути? Очень кто-то знаменитый написал это. Кто? Что вы сказали? Кто это сказал? Мне кажется, я услышал ответ правильный. Атиша. Атиша. Лорд Атиша. И он говорит здесь очень забавную вещь. Он говорит, кто-нибудь знает, что такое нюнши? Немножко так отступим в сторону. Нюнши означает супермагическая волшебная сила для сновидения, которую вы можете получить с помощью медитации. Минуточку. Хорошо. Означает что шаматат также может наделить вас силами, способностями. И мы сейчас буквально перейдем через секунду. Если вы достигнете шаматы, вы можете получить вот эти экстрасуперсилы. Но шаматат шунг означает шунг означает. И вот здесь урок грамматики. Между лэ и шунг. Это означает может быть цитата. в данном случае я не мог найти эту цитату. И кажется, что Пабонгаримпач перефразировал это. Найдем, что это значит. Позже увидим. Какие-то специальные особые силы могут проявиться в вас благодаря шамате. Способность, которые произошли, потому что вы достигли практики шаматы, и это должно быть вашей мотивацией. Но он говорит, но это только одна из причин. Согласно Шантидеве, Шивалха, главная цель и причина достижения шаматы, и теперь он должен сказать нам, что говорит Шантидева. Мне интересно, что это за преимущества, что это за супер, какие-то невероятные, экстрадинарные силы, или способности, которые вы можете получить, которые являются результатом практики шаматы. Если вы получите их, это здорово, но это и не есть абсолютная цель. Это просто мотивация. Вы можете получить это, и здорово вы получите это, но это не есть абсолютная цель. Конечная цель. И я отправлю к книгу Бена, которая называется «Долучайшие идеи Востока». И я нашел это, и мы сделаем здесь с вами слово. Итак, вот шесть, вот они все здесь шесть, и давайте посмотрим, кто не читал и кто хотел бы почитать. Лаура, он не делает такое грустное лицо. Я плохо очень читаю, ну просто звуки какие-нибудь производители. Ла, му, жи, нон, ше, ла, на, уа, уэ, уа, те, сан, сэм, ше, па, те, ше, пе, не, ше, пе, те, нон, не, че, тра, че, тра, те, дайдран, дайдран, дайдрран, дэдран, дайдран, пылу, дinde, сад, сад, �, сад, сэдсэ, сэ, ки, нон. ше, те, нонскийки ток. Друк как наркотик. Означает шесть на тебе. Хорошая работа, Лаура. И вот здесь перевод, мы не будем это переводить, это уже переведено. Нет причины, снова переводил, что уже было опубликовано в Микснации, понятно? Конечно же, мы можем сделать, чтобы практиковать это, но просто я это скопировал и вставил. И нумше, это вот это слово, ясновидение. Давайте. Это называется глаза, мы говорим про глаза Бога. Вы можете видеть смерть, бардо и перерождение всех живых существ. Вы сможете увидеть состояние существ между жизнями. Прикольно. Уши Бога, это то, что вы сможете услышать все звуки во Вселенной, маленькие или большие, и все эти вещи, эти вещи могут как проявиться в полной форме, так и в маленьких дозах, вы можете это получить. Не так, чтобы вы сразу все это начали видеть, например, но у вас могут быть такие маленькие осознания. Может быть, вы сможете услышать все звуки во Вселенной, но вы начнете слышать какие-то определенные вещи, которые не слышат другие люди, например. Другое, это когда вы читаете мысли других. Еще одно преимущество, особенно если вы хотите им помочь, вы просто слушаете их мысли, тогда вы просто можете залить любого другого человека и помочь ему. Если вы будете слушать, конечно, о чем думают другие люди, это будет паут, но если вы сможете сфокусироваться для того, чтобы помочь другим, это будет паут. Четвертое, это когда мы вспоминаем наши прошлые жизни. Это прикольно. Когда вы начинаете творить чудеса, может быть, ходить по воде, проходить через стены, излечивать, например, людей от болезней. И последнее, когда мы просто очищаем все наши нечистоты, которые в нашем уме, мне кажется, хорошие преимущества. И по стандартам Миксна, когда мы упоминаем что-то такое, Мюншэ, вы можете получить это ясновидение, вы можете просто пойти и посмотреть, что это означает. И мы не оставляем читателя с вопросом, что же означает это слово. Просто мы идем и находим этот ответ. Мне буквально потребовалось примерно полчаса, чтобы найти это и ставить это. Потому что это имеет отношение, потому что это важно. Вот для чего мы это делаем. Возвращаемся сюда. И сейчас я вставлю это сюда. И мы говорили, послушайте, самотой вы получаете все эти крутые суперсилы, вещи. Вы вдохновлены? Зоана такая, это круто. Если вы не можете усадить себя на подушку для медитации, здорово подумать об этом. Я могу развить себе эти способности, если я просто свою попу усажу на эту подушку для медитации, хотя бы усижу 5 минут в день. Это преимущество, но это не цель. Мы говорим, ну, еще одна маленькая вещь. Шантидеба говорит, что основная цель, главная цель. И здесь цитата. Кто хочет прочесть? Как насчет Сандры? 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 Да. Окей. Шинэ. Рапту. Данпе. Латтон. Гиз. Ньон. Ги. Окей. Ньонмон. Нампе. Йонпе. No? Пар. Нампар. Пар. Йонпар. Йе. Виа. I don't know. How do you say this? You were not even close. Йе. 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 Йе-не. Yes. Токмар. Ти-не. I don't know. Чи- I don't know. Чи- How do you say this? Салджа. Салджа. Зе. Це-ну-па. Окей. Good job. Окей. So, I also... Отличная работа. И я тоже посмотрел это прошлой ночью на эту цитату. Вот эта часть это цитата из Шантидевы, руководства к образу жизни бадхисады. Но есть проблемка. И я думаю, кто-нибудь заметил вас в чем же проблема. Сколько слогов в каждой строке? Ши-не-рап-ту-дэмпэ-ланг-тонг-ги. Девять. Девять. Вторая строчка. Нюн-монг. Здесь девять. И где остальное? Не хватает трех слов. Что за черт? И тут я понял, что сделал Триджан Грибачи, когда он писал это. Он добавил еще три слова, которые не входили в эту цитату. Для того, чтобы сохранить вот этот ритм. Вот слог. И не знаю, кажется вам это круто или не круто, но мне кажется, это круто. Вот почему я завершил у меня есть степень по философии и анализу текста. Потому я увидел это. Ну, это классно, здорово знать это. Вот сама так выглядит цитата. Это из восьмой главы образа жизни, руководства к образу жизни Батхи-Саттвы. И мы обязательно сюда сделаем стопку. Потом он добавил вот эти три слова. И он говорит, вот о чем он говорил. Вот о чем тут говорится. то, что он сказал. И что же это означает? Я у себя в заметках с философом. Кстати, вот как выглядит полная цитата. Чтобы вы видели последние слова де янг-ни. Давайте переведем. Первая строчка. Я просто скопирую сейчас свой перевод. Так будет проще. лак-тонг это випасхиана. Лак-тонг это випасхиана. Это озарение, осознание, которое вы получаете благодаря шамате. Шине. Рап-ду-демпе это означает очень тесно связанные между собой. Очень тесно связанные. Есть тесная взаимосвязь между ними. Я здесь пишу с помощью озарения випасхианы связанные с одноточечным фокусом шаматы. Нюнмонг внешне можно произносить то слово негативные эмоции, ментальное обращение, клещи, все это уничтожится. Все это уничтожится. Джон Пар. Докмар сначала вы должны защищать шаматы. И еще одна цитата, которая доказывает то, о чем он говорит. Пабон Кари Пачи говорит, говорит, говорит. И потом говорит, почему нам нужно сначала получить шаматы? Он говорит, ну, если вы мне не верите, вот, пожалуйста, что говорит мастер Шансиде. Мастер Шансиде говорит, когда шел мастер Шансиде? Кто-нибудь помнит? Вы же проходите курсы. Так, не смущайте меня. Мастер Шансиде в 700-й год нашей эры. Продолжаем. И это комментарий цель шаматы. Цель достижения шаматы сначала. Это все, что я говорил ранее. Он просто снова и снова повторяет, повторяет, что нам необходима шамата. Для начала необходимо делать медитации. И если этого недостаточно, еще дальше следует. И мы уже договорили. Как насчет не знаю, у вас тут многих. Давайте Мария Нестеров, чтобы она прочитала нам следующую строчку. хорошая работа. Деян, moreover. Бу-ле-та-бо. Шо-то козь-эм-ки-е? Живое существо. Шэм-ке-пани шэм-ду-н-чир. Янг-даг-цок-пэ-джанг-чук-ду. Бадхи-чита. Сэм-ке-бадхи-чита. Джэ означает «после». О чем он говорит здесь? Когда мы достигаем шаматы, это не то, что вы делаете единственная цель, которой является последующее получение бадхи-читы. То, что вы можете сделать в любой момент вашей практики. И он говорит, что люди думают, что шамата это то, что вы получаете в самом конце или после бадхи-читы, или после всех этих осознаний. Но вот здесь есть такой пункт, в котором говорится. вы можете получить, преследовать это в любой момент вашей практики. Вот почему мы делаем это с самого начала. И вот почему помог Ари Пачек говорить об этом. Следующая строчка. Кто бы захотел прочитать? Алена. Дев Грубна Тенг Па Сум Ни Ням Слен Ган Дом Гом 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 Бом Гянг Са Чот Шин Дун Че Ба Онг Здорово, Хорошая работа. Если вы достигнете Шаматы, Текпасум, Три колеса, что, что за три колеса? Нижний, средний и высший. Через три различных видов практиков. Практикующие ниши способности это то, что вы получите высшее прирождение или выберетесь из страдающей жизни. Средние способности это то, что вы достигаете нирваны на самому себя и третья мотивация или способность практикующей третьих способностей это для всех существующих. Ньям Лен это практики. Какую бы медитацию вы не выполняли, практикуя три главных мотивации и вот последняя часть вы можете прогрессировать на своем пути и что бы как бы вы ни брали из трех мотиваций что означает кого Гарри Пачья говорит не важно какую на какой на каком на какой части пути вы находите с самого начала и до конца шамата это главный ингредиент который просто толкать вас на этом пути через и без этого никаких не получите никаких реализаций они будут просто не ну что теперь вы получили все все преимущества медитации и вдохновились надеюсь и сейчас мы с вами переходим на непосредственно к самому инструкции наконец-то все мы получили все что нам необходимо знать шамата необходима для буквально вот что он говорит это есть все все на вашем духовном пути чего вы хотите достигнуть для этого вам необходимо поэтому усаживайтесь усадите свою попу на медитацию начали медитировать хорошо и так все мы это сделали все согласились мы теперь с вами говорим об одном и том же и теперь мы начнем говорить о том как же это сделать наконец-то мы проговорили про преимущества а теперь мы с вами поговорим о том как это и давайте пусть Юлия нам прочитает hello hello which one тела yeah yes correct тела тхокмарши некий цок тэн го ки тэме парми чукте лам чунле okay couple things excellent reading you must be отлично произношение наверное миндрук вот здесь предназальный звук хорошо отлично работа для того чтобы достичь шамака мы должны собрать накопить все необходимые условия сок тэн первое мы должны создать все условия необходимые дэмэ пар без них мы за ответственно не сможем это очень просто и теперь мы получаем четкие инструкции необходимые условия для того чтобы добраться туда что такое лам дрон лэ мы только что про это говорили 4 строчки назад до светоч на пути да у нас был еще одна цитата от форда атиши так джанин может нам почитать а нет ты что переводишь нет а мы тебя не слышим не слышим а конечно как удобно не читать просто типа шевелить ртом и типа твой микрофон не работает да здорово все нормально теперь ты вернулась окей конец не окей окей прихожат утро окей не дв кров guide Отлично, отлично. Ты только что прочитала Мастер-шифер. Итак, о чем он говорит? Мы сразу на вторую строчку. Даже со всеми большими усилиями, которые вы прилагаете в медитации, даже если вы пытаетесь, но в самом деле очень-очень-очень сильно, вот это кьян, даже если вы на самом деле очень сильно пытаетесь, но условия, кьян, лак, это как ветви, ветки, все эти условия, даже если вы на самом деле пытаетесь, условия шаматы не идеальны. Если вы пытаетесь, но условия, которые вы собрали все вместе, они неполные или просто несовершенные, неидеальные. Вы можете медитировать тысячу лет. Лонни-тонг. Вы можете делать это тысячу лет. И ваша тенгензин, одноточечная концентрация, ваш ум, все еще, ваша одноточечность ума все еще не произойдет. Депрессивно, очень мотивирует, чтобы мы делали это. О чем он говорит? Даже если вы на самом деле учите, но пытаетесь, но у вас нет вот этих шести условий, которые должны быть, можно медитировать тысячу лет и не добиться вот этой одноточечной концентрации. Он будет вас избегать, и вы не сможете его добиться. Депрессивно. Поэтому идея, если вы соедините все эти шесть условий вместе, вы как бы ускорите процесс того, чтобы добраться туда. Где это? Где вот он? Вот, чтобы добраться до Шаматы. На самом верху. И каковы эти шесть условий? Мы с вами прочтем, сделаем. Просто прочту эти шесть условий, и мы остановимся на этом сегодня. И занятие, завершим занятие. Шесть условий. Шаматы. Первое. Первое. Первое – это найдите безопасное место и приятное место для медитации. Дюпа чонг. Пусть ваши потребности... Следите за вашими потребностями. Чок щепа. Следите за вашими потребностями, за вашими желаниями. И третье – будьте удовлетворены тем, что... Джава мангфой. Хангва означает отказаться от чего-то. Престаньте быть очень занятыми, и пристаньте заниматься огромным количеством дел. Дюпа чонг. Дюпа чонг. Султрим дакпа. Султрим дакпа. Видите, этический образ жизни, чистый нравственный образ. И шестой – джепаласоксей. Открывайтесь от привлекательности, от объектов привлекательности и для отмерзких удовольствий. Это шесть вещей, которые мы должны сделать, чтобы добраться до того места, чтобы получить шамату. И мы с вами специально посмотрим каждое из них на следующем занятии. Для меня самое интересное – это пятое. Это когда мы проживаем, ведем кармический нравственный образ жизни. Если глубокая связь между тем, как мы ведем нравственный образ жизни, мы забудем себя другим и достижения шаматы, для того, чтобы мы смогли сесть и погрузиться в медитацию. И мы с вами обучимся этому на следующем деле. Спасибо, что приходили. Спасибо. Мне нравится, что здесь есть люди, которым нравится. Как я сижу тут, перевожу. Для вас это здорово, что вы здесь. И что я хочу еще подчеркнуть, это для вас и для вашей жизни. Если вы сможете достичь глубоких стадий медитации, если вы сможете получить все эти осознания, и вы можете улучшить вашу жизнь и также жизнь других людей. Вот почему мы это сами делаем. Спасибо еще раз, что пришли. Увидимся на следующей неделе. И давайте попрощаемся. До свидания. Поехали.